Здравствуйте! Это подготовка к уникальной зимней школе Плавучего университета 2024 с новым образовательным треком для школьников. Чем удивят и воодушевляют организаторы будущих участников? Сейчас мы об этом узнаем. Сегодня у нас в гостях об этом расскажут младший научный сотрудник лаборатории проблем идентификации вида Института биологии Южных морей имени Ковалевского Ольга Андреевна Миронюк и заместитель председателя Совета молодых ученых Морского гидрофизического института РАН, младший научный сотрудник отдела динамики океанических процессов Оксана Сергеевна Пузина. Ольга Андреевна, Оксана Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, для начала нам вкратце немножко расскажите о зимней школе Плавучего университета и как идет подготовка к сезону 2024 года. На данный момент у нас подготовка к зимней школе в самом разгаре. Мы занимаемся разработкой программы к школе и отбором заявок наших участников. Заявок у нас достаточно, ну много, я думаю, это мы позже более подробно расскажем. Для чего нужен Плавучий университет? Он необходим для того, чтобы студенты поняли, определились в будущем с профессией и это может помочь понять, океанология это их или нет. Потому что океанология это смешная наука и там могут участвовать люди разных специальностей. Географы, физики, математики, программисты, экологи, геологи, химики и так далее. То есть они на практике попробуют? Да, они, да, да, именно такая цель. Итак, немного об участниках. Сколько желающих уже набралось и много ли иногородних? Очень большой охват. Сама зимняя школа в Севастополе проходит третий год подряд. Она знают, нас узнают. И в среднем, в зависимости от трека, а треков у нас три в этом году, 3-5 человек на место. И что показывает практика, с каждым годом количество иногородних студентов, заявок от них все больше и больше. Вот и посмотрим. Что нового будет ждать участников в этом году? То есть вот есть ли какое-то вот прям отличие? Да. В этом году у нас отличие в том, что в предыдущие годы у нас было только одно направление. Сейчас у нас три параллельных направления. Гидрохимия, дистанционные исследования Земли и исследования микропластика в Мировом океане. И новинка – это школьное направление. У нас будет отдельный день для них. И школьники смогут тоже узнать, что из себя представляют эти налоги, что из себя представляют наши замечательные институты. То есть вы охватываете еще ребят помладше? Да, такой экспериментальный. А что ждет тогда школьников? Ну то есть со студентами, если более-менее ясно, то… Детям, которые мечтают о море. У нас так и называется трек для школьников «Погружение в океанологию». То есть мечтающим о море познать эту науку, познать море. Например, на Институте биологии Южных морей мы познакомим их с уникальной коллекцией гидробионтов Мирового океана, которая нас считывает более 1 миллиона экземпляров в коллекции у нас. Она находится в казематах 10-й береговой батареи. И ребятам будет очень интересно узнать, какие уникальные животные обитают в Мировом океане. Действительно интересно. А на нашей площадке Морского гидрофизического института ребята посетят музей нашего института, где они узнают историю нашего института и океанологию. Потому что история нашего института неразрывно связана с наукой. И у нас и основатель института, и Василий Шулейкин является одним отцом-основателем советской океанологии. Музей у нас интересный. Они смогут увидеть макеты разных научных судов, научные приборы, разработанные нашими сотрудниками, макеты Гвинейского научного центра. И узнают много что-то другого. Немножко романтики путешествий. И романтика путешествий, новые знания. И ребята смогут во время экскурсии задать вопросы. Итак, давайте немножко подведем итоги уходящего 2023 года. Какие совместные научно-образовательные, научно-популяризаторские проекты удалось реализовать в этом году? Мы с коллегами регулярно занимаемся научно-просветительской деятельностью. И наш 2023 год также начался с зимней школы Плавучего университета. Нашим масштабным мероприятием является также ежегодный марафон знаний для школьников в рамках десятилетия науки. В этом году он тоже приходил у нас осенью. Совместно с Русским географическим обществом мы проводим Ночь географии и проводим географические диктанты также ежегодно. А Ночь географии это что там делают ребята? В июне месяце выделяется три дня. Знаете, как Ночь музеев, так и Ночь географии. Ну просто интересно, что они ходят по институтам. Ходят по институтам. Коллеги проводили, помоладав в своем музее, уникальную экскурсию для всех желающих. В наших казематах, 10-й береговой батареи, в институте биологии Южных Марий, мы также проводили уникальный квест, посвященный Севастополю и истории института. У нас была музыкальная группа, которая к нам также играла. У нас был чай, сваренный в полевых условиях. И да, у многих, конечно, уникальный проект. В этом году, точнее в наступающем году, думаю, мы также реализуем его снова совместно. Совместным мероприятием наших институтов было марафон «Море знаний» в рамках фестиваля науки «Наука 0+,» в рамках десятилетия «Науки и технологии». В этом мероприятии участвовало много школьных команд, где ребята отвечали на вопросы и получали подарки. Также был творческий конкурс рисунков, фотографий, плакатов, видео даже. И была научная выставка и демонстрация научных фильмов. Это тоже мероприятие ежегодное, совместное. И мы видим, что оно результативное. Много ребят вообще заинтересовываются в нём? Да, и каждый год команд у нас становится всё больше. Это приятно. Самое забавное, что в 2023 год мы также начали зимние школы плавучего университета. Мероприятие прошло максимально продуктивно. Студенты были заинтересованы. И даже сейчас по заявкам мы наблюдаем, что те ребята, которые у нас уже были, они стремятся к нам. Мы с коллегами очень часто сотрудничаем. Совместно с Русским географическим обществом также мы проводим ежегодно Ночь географии, проводим географические диктанты. И одно, наверное, из самых наших популярных мероприятий, тоже регулярных, это марафон Море знаний для школьников. И мы будем продолжать в том же духе направлять юные таланты. В чем важность таких популяризаторских мероприятий для молодежи? То есть есть ли, может быть, какой-то результат привлечения их в институты или занятия наукой? Да, я думаю, есть уже результаты. И после плавучего университета к нам студенты приходят, консультируются с нашими учеными. И это, конечно, также помогает, показывает и жителям нашего Севастополя, чем мы занимаемся. И будут, ну, как люди будут видеть там наши здания, такие, вот, это морской гидрофизический институт, вот, это институт биологии Южных морей, мы знаем, да. То есть еще больше свое имя. Это вообще очень уникально, когда ты наблюдаешь школьника, который сначала пришел к тебе в 10-м классе на какие-то соревнования, там, конкурсы, потом он становится студентом, приходит на практики, и потом смотришь, а он уже у тебя коллега. Это очень, ну, того стоит. А много вообще таких ребят? Достаточно. Достаточно. Есть примеры. То есть вот прямо они заинтересовываются и идут. Да. Это очень здорово, на самом деле, что буквально со школьной скамьи вы выращиваете себе коллег, в общем-то, увлеченных и заинтересованных. Ну и подходит к концу 2023 год, может быть, завершение нашей беседы. Пожелайте что-нибудь коллегам, которые участвуют в программах, ну и будущим участникам новых успешных проектов, вдохновения и сил. Наверное, еще и счастья, самое главное, и реализованность. Это действительно важно. Спасибо вам за беседу, спасибо, что рассказали о вашей работе. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были младший научный сотрудник лаборатории проблем идентификации вида Института биологии Южных морей имени Ковалевского Ольга Андреевна Миранюк и заместитель председателя Совета молодых ученых Морского гидрофизического института РАН, младший научный сотрудник отдела динамики океанических процессов Оксана Сергеевна Пузина. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова